В предыдущем году в декабре вышло обновление Radeon Software Adrenaline 2020 для продуктов AMD, а именно для графических адаптеров. С данным обновлением пользователи получили огромное количество проблем, так как продукт находился в режиме бета-тестирования. Я сразу же подготовил несколько роликов, в которых говорится о данном обновлении, а также о том, как настроить новый драйвер и также о том, какие баги он имел. И сегодня я расскажу, какие же исправления были включены в данное обновление, которое вышло 9 января 2020 года, а также хочу рассказать вам об актуальной проблеме, при которой пользователи не знают, как в новом драйвере переключиться с интегрированной видеокарты на дискретную и наоборот. Если вас интересует только лишь определенная тема, то все тайм-коды я оставлю в прикрепленном комментарии. 9 января на ПК в Steam вышло дополнение Iceborne к игре Monster Hunter World, которая доступна владельцам PlayStation и Xbox 4 в 1 сентября 2019 года. По этому случаю AMD представила свой первый январский драйвер Radeon Swordware Adrenaline 2020 Edition 20.1.1, главная особенность которого – поддержка как раз того самого Iceborne. Также хочу напомнить, что предыдущий драйвер Radeon 1912.2 был первым драйвером Adrenaline 2020 Edition и принес массу новых и полезных функций. Разумеется, масштабное обновление привело к появлению множества новых проблем и ошибок, так что специалисты AMD последний месяц активно трудились над их исправлением. Что же вошло в список этих исправлений? Во-первых, звуковой сигнал при запуске игры от Radeon Chill, Radeon Boost и Radeon Anti-Lag теперь звук работает только при активации или деактивации с помощью горячей клавиши. Индикатор таймера Radeon Relive на экране во время записи был отключен по умолчанию, хотя его можно было включить в настройках. Элементы управления вертикальной синхронизацией скрывались или исчезали при включении Radeon Enchanged Sync, что и было исправлено. Проблемы с зависанием или приостановкой записи Radeon Relive при использовании веб-камеры высокого разрешения. Загрузка центрального процессора оставалась высокой после вызова Radeon Game Advisor во время игры. Также Radeon Software закрывалась или вылетала при выходе из спящего режима. Некоторые графические процессоры серии Radeon R9 200, Radeon R9 300 и Radeon R9 Fari работали нестабильно в ряде игр с DirectX 9 или DirectX 11 при использовании дисплея с частотой обновления выше 120 Гц. Некоторые видеоклипы MP4 имели зеленый оттенок на ускорителях серии Radeon RX 5700 при использовании Windows Media Player, либо же фильмы ИТВ. В некоторых участках в игре Trials Rising наблюдался чрезмерный дым или туман. Также устранили отсутствие текста или возникновение артефакта в правом глазу при игре в Bonnie Works с очками виртуальной реальности. Кнопка магазин продуктов AMD открывала домашнюю страницу amd.com вместо соответствующей ссылки на веб-сайт для покупок. Также устранили проблему со стрелками во время установки Radeon Software. Клавиша вверх и вниз не работала при использовании панели поиска в Radeon Software. Включение HDR дисплея в Windows приводило к размытию цветов, что теперь исправлено. На некоторых видеочипах боковая панель Radeon Software выводилась за панелью задач Windows. Tom Clancy's V-Division 2 с включенным режимом HDR при переключении задач вызывало искажение цветов. Также устранили мерцание в Resident Evil 2 при запуске игры с использованием DirectX 12. Сейчас я перечислил самые основные исправления, которые коснулись данного драйвера. Также были и другие мелкие, о которых вы сможете почитать на официальном сайте Microsoft в разделе обновления. Ссылочку я оставлю в описании. Также по этой ссылочке вы сможете скачать новый драйвер для своего компьютера. Хочу сказать сразу, что проблемы устранены не все. Также остается еще масса проблем, с которыми производители AMD обещают разобраться. Если после перехода на обновление Adrenaline 2020 у вас возникли какие-либо баги, они вас бесят, то возможно они по каким-либо причинам встали криво. И можно попытаться избавиться от этих проблем, скачав утилиту для очистки драйверов AMD. Ссылочки на AMD Client Utility, а также на драйвера, которые мы будем качать позже, оставлю в описании. После чего переходим на страничку Adrenaline 2020 Edition и скачиваем ее заново. Если же баги остались, то повторяем процедуру удаления с помощью утилиты от AMD. Затем заходим на страничку и качаем архивный драйвер 1912.1. Он более старый, но зато на нем не было проблем. Ну а теперь давайте разберемся с переключением видеоадаптера, с интегрированного на дискретный. В предыдущих версиях драйвера Radeon Software переключить видеочип было достаточно просто, перейдя в настройки Radeon Software и выбрав необходимую видеокарту. В новом драйвере эта функция отсутствует, я так полагаю, потому что здесь организовано автоматическое переключение видеокарты. Но на практике люди постоянно пишут и спрашивают, как же все-таки возможно это переключение. Давайте разберемся, что можно с этим сделать. Самый простейший способ переключить видеокарту в дискретную, это открыть диспетчер устройств через панель управления. В диспетчере устройств находим пункт видеоадаптеры, открываем его. И если на вашем компьютере, ноутбуке установлено два графических устройства, то вы непосредственно увидите их здесь. То есть видеоадаптеры и здесь будет два графических устройства. Так вот, вычисляете какой из них интегрированный, нажимаете на нем правой кнопкой мыши и нажимаете отключить устройство. После чего задействуется дискретная видеокарта. Сразу хочу сказать, что это не самый лучший способ переключения видеокарт, поэтому идем далее. Один из самых лучших способов переключить видеокарту, это зайти в меню BIOS. При включении компьютера, нажав клавишу Delete, либо же F2. Далее вы должны будете найти одну из функций переключения вашей видеокарты. Она может называться по-разному и находиться в разных разделах, все зависит от BIOS. Поэтому не спешите, просто внимательно поищите. Она может называться Graphic Device, где вам непосредственно необходимо переключить, выбрать или интегрированную графику, либо дискретную. В нашем случае нас интересует дискретная, поэтому включаем дискретную. Либо же там будет указана сама модель видеокарты. Также данная функция может обозначаться как Display Mode. Там тоже необходимо выбрать дискретную видеокарту. В некоторых версиях BIOS так и будет написано параметры графики. Либо же необходимо найти пункт Интегрированная графика или Disable Graphics Adapter и выключить ее. Вот еще несколько вариантов, как может называться данная функция. К примеру, Switchable Graphics Mode, где вам нужно выбрать параметр Fixed и затем указать дискретную видеокарту. Также возможен данную функцию вы можете найти в разделе Integrated Peripherals. В этом разделе можно переключать периферийные устройства. В общем, здесь можно говорить бесконечно. В общем, находите что-то подобное в своем BIOS, находите либо как выключить интегрированное ядро, либо же как включить и установить фиксированным дискретную видеокарту. Если же перечисленные выше способы вам не помогли, то попробуем использовать другой способ, который реализуется программным методом. На более старых версиях интегрированной графики устанавливалось приложение, то есть драйвер Catalyst Control Center, который непосредственно имел простейшую возможность переключить видеоадаптер прямо, не выходя из этого приложения. Просто необходимо было запустить Catalyst Control Center, зайти в параметры 3D приложений, выбрать пункт Переключаемая графика и выставить графический профиль на параметр Высокая производительность, либо общую, либо для каждой игры. На новых графических адаптерах устанавливается одно приложение, то есть один драйвер и для одной видеокарты, и для другой, а именно Adrenalin 2020. И здесь возникает у пользователей проблема, как же переключить видеокарту. Именно для этого качаем Catalyst Control Center, устанавливаем его и пытаемся переключить видеоадаптер. Ссылочку на программу оставлю в описании. Также, чтобы дискретное видеоядро работало, необходимо убедиться, что ваш ноутбук подключен к сети, а не работает от батареи. Далее, что еще необходимо сделать, это перейти в панель управления, выбрать крупные значки, найти параметры электропитания и выставить высокую производительность. Пока что это все, чем я могу быть вам полезен. Надеюсь, что данный ролик будет для вас очень информативен и поможет вам с вашим AMD. Спасибо за внимание и всего вам хорошего. Спасибо.